Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела вас очаровать одним необычным растением, которое вы наверняка встречали, но еще не знаете, зачем его выращивать в вашем саду. Растение это получило свое название от греческих слов, которые переводятся как неувядающие. Это растение имеет орден в Швеции, названный своим именем. Это растение выращивали еще древние инки 8 тысяч лет тому назад. Что же за оно? Наверняка многие из вас уже догадались, что речь пойдет сегодня об амаранте. Да, эта культура очень давно культивируется людьми, но в Европе она получила признание совсем недавно относительно своей длинной истории выращивания. Чем же она так замечательно? Дело в том, что растение это имеет множество применений. И первое его применение, которое наиболее доступно в холодных областях, там где лето достаточно короткое и не всегда успеют вызреть семена, это применение его в качестве зеленой культуры. Листья амаранта можно использовать подобно шпинату. Почему не выращивать просто шпинат, спросите вы? Но дело в том, что просто шпинат не отличается такими прекрасными вкусовыми качествами, какими отличается амарант. Эта культура получила в недавние времена совершенно очень широкое распространение в Юго-Восточной Азии, в Индии, и сейчас она занимает там одну из лидирующих позиций среди посевных площадей. Там она выращивается и как овощ, как зеленая культура и как зерновая культура для получения семян. Зелень амаранта содержит почти пять процентов, пять процентов в сухом веществе белка. Это очень много на самом деле, и этот белок не просто белок. Из 20 незаменимых кислот, аминокислот, которые нужны человеку для его питания, белки амаранта содержится 18. Амарант содержит самое большое количество такой аминокислоты незаменимой, как триптофан. Кроме того, амарант при его регулярном употреблении в пищу является очень ценной культурой для тех, кто следит за уровнем холестерина в крови. В нем есть такое вещество, которое называется скволен. Раньше его добывали только из жира китов и прочих водных млекопитающих. Сейчас есть совершенно безопасный для природы источник скволена. Это вещество очень важно для того, чтобы ваша печень работала правильно. Если у вас есть какие-то нехорошие изменения в печени, такие как гепатозы, фиброзы, зелень амаранта – это то, что показано вам в питании обязательно. Но, кроме того, те, кто живет в южных частях России, в Украине, могут выращивать амарант как зерновую культуру. И это, на самом деле, очень полезная и очень ценная культура, которая является одной из самых дорогих зерновых культур на сегодня в мире. Зерно амаранта, оно, на самом деле, очень мелкое. Оно по размеру не превышает макового зерна. И, кажется, ну какая может быть урожайность у амаранта. Но, на самом деле, такое мощное растение у амаранта, что из одного колоса, который он образует, если правильная агротехника, можно получить до килограмма семян. А семена эти отличаются очень высокими питательными свойствами. Как и зелень, они содержат большое количество белка, до 11%. И это прекрасный полноценный белок. Кроме того, они содержат одно из самых дорогих пищевых растительных масел. Это масло также очень полезно. И оно важно для тех, кто пытается снизить уровень давления, уровень холестерина в крови, поскольку оно нормализует жировой обмен за счет того, что оно воздействует на печень человека. Кроме того, если вам эта культура не придется по вкусу, вы попробовали ее, вам покажется, что она нехороша, всегда она найдет применение в хозяйстве. Дело в том, что амарант – это на сегодняшний момент одна из самых перспективных кормовых культур. И его урожайность в отдельные годы может превышать урожайность кукурузы. Если сравнивать с кукурузой, которую мы все прекрасно знаем, зелень амаранта и его зеленая масса содержат большее количество белка и незаменимых аминокислот, которые нужны для кормления, в том числе и скота. Сила, полученная из амаранта в смеси с кукурузой, является практически полноценной кормовой единицей. Он сбалансирован и по содержанию сахаров, и по содержанию жиров и белка. Наиболее ценной травой для кормления скота является амарант для тех, кто содержит свиней. Свиньи почему-то очень полюбили эту культуру и готовы найти ее в любом месте. Дело в том, что вообще на сегодняшний момент ботаники насчитывают около ста видов амаранта, которые проразрастают в природе. Из них в Европе получили распространение около 15 видов. И два из них – это амарант запрокинутый или шерица, и амарант голубоватый или жминда. Они одичали и встречаются у нас как сорные растения. Несмотря на то, что эти растения в пищу человеку не очень годны, животные с удовольствием их поедают. У них не такие притязательные вкусы. Амарант полезен не только свинкам, которые отлично набирают на них живую массу. И мясо при этом у них получается более мясным, содержащим меньше жира, то есть более диетическим. Кроме того, употребление регулярное в пищу амаранта как в виде сырой травы, так и в виде сухой травы добавки к корму. Повышает яйценоскость у курочек. И это отличный на самом деле корм для коров. Он повышает молочность и жирность молока у коров. Поэтому эту культуру, несомненно, стоит попробовать выращивать и тем, кто занимается сельским хозяйством всерьез. Ну, а если вы не стремитесь достигнуть каких-то высоких сельскохозяйственных целей, а ваш участок служит только для радости, и в этом случае амарант пригодится вам. Некоторые виды амаранта получили распространение именно как декоративные растения. Среди них прекрасное растение амарант хвостатый. Он может выращиваться и как пищевая культура, как шпинатное растение, и как декоративное растение с красивыми кистями таких бордово-красных мелких цветков, которые можно использовать как и в украшении цветников, можно использовать в флористике в свежем и в сухом виде. И еще один вид амаранта, который наверняка поражает воображение всех, кто впервые с ним сталкивается, это амарант трехцветный или триколор. Этот вид амаранта является одним из самых теплолюбивых. В условиях Беларуси он не всегда развивается полноценно, только в хорошее жаркое лето. Но на юге Беларуси он выглядит роскошно. У него розетка листьев, которые окружают небольшое, совершенно такое мохнатое, не очень заметное соцветие. И листья сочетают в себе три цвета. Наружные листья зеленые, затем идут желтые листья, и в середине идет веночек из мелких таких красных листиков. Это очень нарядное и красивое растение, которое не обязательно дожидаться его цветения, чтобы насладиться его красотой. Я надеюсь, что мой рассказ был полезен для вас, и вы непременно в этом году посадите эту прекрасную культуру. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.